Илья, что вы думаете о коронавирусе и о последних событиях? США ввели режим чрезвычайной ситуации. Мудис говорит, что ситуация с коронавирусом приведет к последствиям хуже, чем кризис 2008 года. Как вы оцениваете ситуацию и возможные последствия для российского рынка фондового и рублевого? У меня мнение было уже и на прошлой неделе, и сейчас оно с каждым днем только укрепляется. Я ничего серьезного и проблемного в этом не вижу, в этом вирусе. Ни как экономист, ни как человек, который достаточно близко имеет отношение к медицине, поскольку у меня 5 поколений медиков, оба родителя с более чем 50-летним стажем, у меня врачи до сих пор практикующие, поэтому я в теме биологии всю жизнь постоянно интересуюсь. Ну вот, читаю я не новости, не мудисы и не экономистов по поводу вируса, читаю я практикующих врачей. Вот все, что сейчас происходит, читаю докторов медицинских наук, смотрю, что пишет ВОЗ. В общем, кардинальная разница между тем, что говорят специалисты, и тем, что говорят неспециалисты. Специалисты говорят, что подобного рода новые разновидности вируса гриппа, ОРВИИС, возникают регулярно. Они очень быстро становятся обычными, против них очень быстро находятся там в какой-то момент прививки, поначалу с ними борются обычными методами, как против гриппа. За последние 20 лет 6 или 7 было подобных уже, в том числе и 2 коронавируса уже было, даже с тем же самым названием, которые незаметно прошли и постепенно вошли просто в обычную перечень ОРВИ. Вот, де-факто мы имеем сейчас только заболевания в Китае, они совершенно не массовые, то есть они не пандемии, признак даже не эпидемии. Вот, все меры предосторожности, которые вот орут там про маски, про так далее, это все глупости. Масками от ОРВИИ уберечься невозможно, маски должны одевать больные, чтобы не распространять вирус. Ну и так далее, то есть как бы то, что сейчас фирмы, которые производят маски, взлетают там на 600-700 процентов, да, в страну, это, конечно, ну, это глупость просто, но люди на этом зарабатывают деньги. То, что Мудис высказался, ну, это, когда вот такие уже глупые совершенно идут, да, как бы от не специалистов, комментарии, начинаешь уже думать, а, видимо, для чего-то это делается, потому что, ну, такой, ну, либо это некомпетентность махровая, либо это вот для чего-то, да, теория заговора. Вот. Всегда мы находимся в этой дилемме, да, это либо всемирная ложа, либо всемирная лажа, вот, и вот кто как. Да, 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 я понял, что нет. Илья, хочу уточнить следующий вопрос. Спасибо вам за ваш ответ. Есть мнение, слышал в метро, что всю эту мульку придумал Дональд Трамп, чтобы перевезти рабочие места из Китая в США, просто блокировать, закрыть Китай, компании начнут нести убыток в связи с невозможностью вывоза товаров, и вынужденно перевезут все в США. Как вам такая конспирологическая теория? Мне кажется, слишком серьезные, как бы, далеко идущие объяснения этого вируса. Там не будет таких серьезных последствий, в принципе. Вот, поэтому я бы не делал вот таких... Ну, вот я даю прогноз, да, через два месяца мы вообще о них вспомним. Да, это будет так же, как было со свиным вирусом, с питчем и так далее. Вот, но если вот какие-то теории заговоров покачать, то я бы сказал, что это просто информационная завеса. Вот это больше похоже на это. Кто смотрел офигенский фильм «Хвост играет собакой», да, там все это описано, этому фильму уже лет 20, наверное, когда была серьезная проблема у президента Америки, связанная с импичментом, вот. Но это не про Клинтона, это так в целом, как бы, да, усредненный образ. И для того, чтобы просто информационную завесу пустить по другому пути, придумали войну с Македонией, вроде, из Черногории, с какой-то вот такой... Придумали войну, то есть ее сняли, там, сам специальный продюсер, нанимали из Голливуда, его Дастин Хоушман играл. В общем, офигенный фильм, кто не видел, посмотрите. Вот я думаю, что это нечто такое. То есть были большие проблемы в новостном фоне накануне коронавируса, да, вспомните, все, что связано было и с Трампом, и с этими войнами, и там, и импичмент тот же самый Трампа прошел недавно, да, очередное слушание по Ирану, там, вот эти все, да, и вдруг все-все забыли, все, как бы, и коронавирус на первых полосах, да, в всех газетах. Вот, видимо, что-то сейчас хотят спрятать. Какая-то там проблемка все-таки была в одном из этих новостных пунктов, а может быть, и в нескольких, была достаточно серьезная какая-то проблема, и ее сейчас полностью этим коронавирусом просто закрыли, как простыней. А вот и ничего, кроме коронавируса, уже никого в мире не интересует. Вот, мне кажется, скорее всего, если вот теорию забыла и рассматривать, да, что не факт, это вот что-то сейчас пытаются перевести внимание общественности куда-то, с какой-то полевой точки. Вот, а экономических последствий, я думаю, никаких не будет. Ну, максимум сейчас обвалят какие-то там нужные активы, или уже обвалили, сейчас их скупят. Ну, коррекция по S&P, которая долгое время не могла произойти, сейчас хоть как-то произошла. В целом, для рынков это будет освежающим таким маневром. Кстати, вот по поводу некомпетентности. Вот сегодня буквально бросили ссылку на РБК, какая-то там девочка очередная. Ну, ладно вам на девочек наезжать, давайте вот по существу. Ну, мог бы много мальчиков написать, что вот там индекс шанхайский рухнул на 8%, с половиной, и куча-куча, значит, из этого последствий. И странно, что вот Китай рухнул на 8%, а Америка выросла. То есть люди даже, когда вот вроде профессионал, они не понимают вообще, о чем они пишут. Потому что Китай был закрыт с 23 января. Китайский индекс, все остальные индексы торговались. И, соответственно, то, что произошло сегодня, падение на 8%, это Китай просто нагнал отставание, которое накапливалось вот эти вот там практически 10 суток. А все остальные рынки, включая Гонконгский, там, да, индекс, наиболее близкий случай, включая тот индекс Китая, который не был закрыт, там, менее значимый, включая Америку и так далее, а мы относительно пятницы там в небольшом плюсе, Америка даже там в более крупном. То есть даже вот на этом уровне, да, некомпетентность. То есть когда профессионалы и экономисты пишут про экономику, а уж когда они про вирус высказываются, ну, там вообще то шесть. Ну, согласитесь, в этой ситуации однозначно, что Новый год китайцам подпортили. Не, ну да, ну это же просто все знали, вот все ждали, как откроется понедельник, да, как откроется понедельник, потому что Китай был закрыт. Тут плюс, а, да, по поводу этого самого чрезвычайного положения в Америке. Ну да, это звучит круто, чрезвычайное положение там, на самом деле, если разобрать эту новость по запчастям. Там чрезвычайная ситуация. Да, 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 это, во-первых, ситуация, неположение, это уже другой юридический термин. А во-вторых, там говорится о том, что закрыли въезд в страну всем негражданам США и нечленам их семей, которые побывали в Китае за последние две недели. Вот и все, в чем заключена эта чрезвычайная ситуация. Ну, блин, ну, как бы, ну можно, конечно, испугаться, да. Я сначала, когда новость увидел, заголовки, я тоже немного так прифигел, думаю, ну, сейчас будет тяжелый понедельник. Потом спокойно, хладнокровно начал качать ситуацию. И увидел, что ничего вообще не происходит. Вот, потом еще Китай, наоборот, вбросил положительные новости. Две, да, что они ограничили шорты. Кстати, то же самое, как у нас в 2008 году делал регулятор. И то, что они залили там, ну, ярд юани, там где-то 173 миллиарда долларов, да, как бы в понедельник они готовы вбросить рынок. Ну, и все, и в итоге Америка плюсанула, нефть осталась на месте. А то, что вот 8% это ровно, он упал на уровень пятницы, как он по всем показателям должен был снизиться, сходя из того, что мы на пятницу, в общем-то, и ждали. То есть, де-факто, относительно пятницы, никакого снижения нигде в мире нет. Соответственно, вот мы и видим нормальное открытие, уже начинаем отрастать. Ясно. То есть, вы считаете, что пелена, завеса вот этого шоу с коронавирусом завершена, вы думаете, да? Нет, ну, как бы покачать ее в новостях еще, конечно, покачают, но даже с медицинской точки зрения, если посмотреть вот все, что происходит, да, и посмотреть комментарии специалистов, там нет никакого вот неконтролируемого там как бы отражения, да, там все в рамках, причем даже ниже, чем могло бы быть. И, собственно, там никакой пандемии, ничего нету. Все заключено практически на уровне Китая. Случаи за пределами Китая, это два, там, три человека. Ну, это какие-то вообще микроскопические, да, случаи. Что касается смертности, тоже в основном умирают люди, которые уже были под большим риском. Это либо возрастники, либо с осложнениями. А это люди могли точно так же умереть от обычного гриппа. Вот совершенно одинаковый грипп. Конечно, да. Дело в том, что вирусной инфекции полно, там, тысяча элементов. Кто там знает, это корона или шапка вирус? Ну, вот, смотрите, в Китае ежедневно от обычного гриппа умирает примерно 1300 человек. 1300. Из них сейчас 100 человек умирает вот от этой разновидности гриппа, да? Ну, понятно, да. В чем проблема вообще-то? То есть, в мировой, так сказать, паники, тоже основания для мировой паники, я тоже не вижу абсолютно. А вот, что я сделал сегодня, Илья? Я приобрел доллар, китайский юань. Мне интересно, пойдет ли выше уровня понедельника на этой недельке. Вот, доллар, китайский юань. Вот, пока, кстати, откатывает от моей покупки. То есть, пока шоу сегодня не поддерживается. С утра был вот такой всплеск, но он на всех инструментах был относительно китайцев. В данном случае снижение по доллару. На ваш взгляд, конец недели мы увидим выше этого уровня цены моей покупки или ниже? А может быть, вообще-то и профит сработает? Вы спрашиваете меня про инструмент, который я никогда в жизни даже не видел. И при этом, знаете, что я не люблю прогнозы, да, такой двойной. Тут много компромата. И, во-первых, Илья Короевен комментирует валютный рынок, само по себе компромат. Ну, просто, вот на ваш взгляд, по вашему ощущению, исходя из вашего опыта работы на рынке, кончилось шоу, здесь я даже не курс спрашиваю, естественно, а вот кончилось шоу и доллар китайский, они вниз. Или еще могут затолкать информационные машины наверх относительно сегодняшнего дня? А какая цена? 7,02, я правильно смотрю? О, я выключил. Да, текущая 7,01,49. Ну, давайте чисто такой тупой технический анализ проведем. Мы видим, что в конце сентября цена была 7,15, да, потом она снижалась до 6,85, 12 января. Где вы курс смотрите? У вас какой терминал курс? Я смотрю investing.com, есть такой сайт, на котором вообще все можно открыть. Ну, там графики, я думаю, одинаковые будут. То есть, в принципе, мы сейчас видим, что по большому счету января находится в середине 4-месячного диапазона. То есть, он и выше был 7,15, 7,14 осенью, да, и в середине января он был 6,85. Поэтому в нем, в принципе, вообще ничего не происходит. Если мы на этот график посмотрим, не зная новостного фона, мы даже не будем подозревать, что какая-то там пандемия где-то в Китае разразилась, потому что график абсолютно спокойно себя ведет. Да, свечей на полукрана нет, действительно. Да, вообще ничего нет. Поэтому, ну, как бы, я думаю, что может пойдет наверх. Вот отсюда, как бы, да. Ну, просто потому что тенденция какая-то продолжается сейчас. Вот. От низа пойдет потом. В рамках общего движения, да? Да, в рамках абсолютно вот этого коридора. Вот он снизу идет наверх, ну, скорее всего, он пройдет еще какое-то время, наверное, до верха. Ну, это так, это пальцем в небо совершенно. Вот. И если бы за новостным фоном следить, да, если бы я в этой валюте торговался, я бы, конечно, смотрел больше за войнами торговыми между США и Китаем, нежели за информацией по вирусу. Там гораздо более серьезные деньги. И, в общем-то, я не стучаю, да, что это завеса вот над этой войной. То есть, не чтобы на нее повлиять экономически, никак не повлияет коронавирус экономически ни на что. А чтобы на нее повлиять именно вот в новостном плане. От чего это там отвеще и так далее. Я понял вас. Ясно, Игорь, спасибо большое за ваш ответ на этот вопрос. Евгений Питерский спрашивает. Газ, натуральный газ, можем посмотреть вместе с вами, обсудить? Мы как-то касались этой темы. Вы отмечали, что стоит на лоях и скоро был такой контекст, что можно ожидать отскока наверх. Как, на ваш взгляд, эта идея сохраняется на сегодняшний день отскока натурального газа наверх? В газе я не просто считаю, что сохраняется. Я в позиции по газу, в Ланговой. Я его калами брал в пятницу в прошлое. Я за ним следил, следил, следил. И вот я вошел именно... Кстати, Евгений Питерский, мы общались в частном порядке. В пятницу я даже говорил, 1,923 у меня был заход плюс-минус вокруг этой зоны я брал калами. А сейчас мы уже имеем сколько? 1,97. Я по 92,97, ну, порядка 5 единиц, да, 2,5% я по этой позе. Но я жду его, там, как бы я брал калами апрельскими аж. Ну, 27 апреля экспирация, поэтому я так, ну, в средний срок я его взял. И, в общем, выше двух однозначно я жду его, и там, 2,20, 2,30, ну, где-то, ну, первые. Я, добрый день. Нет, у меня другой был вопрос. Я понял, на Мосбирже... На Мосбирсе просто отпускают. Я просто еще не смотрел, поэтому написал. Ты не смотрел? Я не смотрел. Я не смотрю то, что делает Московская биржа, помимо, ну, на срочки, да, помимо РТС и Сишки, меня ничего не интересует по одной простой причине. И там нет, и не будет ликвидности. Вот, вот, я и хотел, все, все, отдадим уже. То есть, ну, они как-то специально сейчас попробуют ее там, да, подсоздавать какое-то время, ну, поскольку есть свежий инструмент. Ну, если мы видим, что ликвидности нет вообще больше нигде, да, на срочке, зачем они эти новые инструменты вводят, я не до конца понимаю. Ну, как я понимаю, но это такая, это популистские меры, вот мы расширяем линейку, чтобы потом отчитаться, да, что мы такие молодцы. А то, что ни один из этих инструментов, которые они ввели за последние два года, не расторговался, это уже остается за скобками. Вот, поэтому нафиг они нужны с этим газом, если это будет повторение де-факто, да, как бы, Глобекса, там, и любых вот этих мировых бирж, а знаем мы, как, в случае чего, что у нас происходит, ну, 25 декабря по нефти, мы знаем, да, что все мировые рынки по нефти могут быть закрыты, а мы можем свою нефть нарисовать на минус 10%. Вот, то же самое, как бы. Коллеги, сейчас будет редкий случай. Я защищаю московскую биржу, хочу напомнить, Илье, что это было 25 декабря 2018 года, а 25 декабря мы нормально, 19-го года, но... А, 19-го, да? Не, не, вы сказали просто 25 декабря, а я напоминаю, что это 18-го. А в 19-м году мы 25 декабря приезжили нормально, сейчас другой руководитель московской биржи, но другой человек во главе, естественно, и все-таки... Ну, правильно, да, абсолютно пишут в чате, что S&P 500 они вообще убрали в фьючерс. Они же убрали его, ну, понимаете, да, то есть они вроде бы один инструмент убирают, самые популярные в мире, фактически, да? Другой рукой они газа чем-то будет. Что это такое, вообще, я не пойму. Вы намекаете на имитацию активности, да? Абсолютно, да, не намекая, прямым языком говорю, что именно в этой части... Нет, московскую биржу много за что есть похвалить, там, да, что касается фондовой секции, у меня к ней претензий никогда практически не было, и сейчас нет, именно по фондовой секции. А вот то, что на строчке творится, ну, какие-то вот странные эти ходы. Я понял вас. Ясненько. Хорошо, Илья, поняли вас. Спасибо вам большое за вашу точку зрения на актуальные вопросы. Коллеги, отмечаем, что Илья Коровин утверждает, что через два месяца мы пара коронавирус даже не вспомним. Вот. Ну, не знаю, Илья, это вы смело заявление такое сделали. Сегодня у нас 3 февраля, вернемся к этому теме 3 апреля. Спасибо большое, Илья. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо. Всем удачи. Спасибо. До свидания.